У нас в студии находится Павел Веретенников, основатель Рижской Постафорианской общины в Риге. Добрый вечер, Павел. Здравствуйте, Ребен. У вас необычный головной убор. Расскажите, почему? Да, к сожалению, это неофициальный, как-то светский душлаг. Так, частью нашей религии является религиозное облачение, в частности. Тем не менее, для начала объясните суть своей, если можно так сказать, религии. Почему вы верите в летающего макаронного монстра? Ну, в смысле, почему не одна из существующих, почему именно постафорианство? Ну, как бы, в мире сейчас много монополистов, фундаментальных религий, крупных игроков. Но, тем не менее, появляются и новые религии, молодые, которые тоже пытаются получить свой шанс, в частности, постафорианство. Чем меня привлекло именно постафорианство? Упомянули, что, ну, как бы даже вменили в вину, что религия, которая развивает критическое мышление, как будто это плохо. Наоборот, я даже горжусь тем, что именно эта религия в своих целях ставит развитие критического мышления. Иначе куда идти остальным людям, у которых есть критическое мышление, и, тем не менее, они хотят иметь какую-то веру. Но постафорианство – это все-таки пародия или вера? Я не уверен, что такой вопрос вообще может стоять. Ну, я не знаю. Латвийская республика и демократия – это пародия на американскую демократию или просто? Самостоятельная единица. Министерство юстиции в своем отчете, а также полиция безопасности считает, что регистрация постафорианства в Латвии несет угрозу. В частности, может оскорбить чувства верующих. Как вы оцениваете такое заявление? Ну, мне сложно, конечно, в это поверить. Учитывая, что у нас в данный момент зарегистрировано официально всего 20 человек. Остальные ждут в своей очереди. И я сомневаюсь, что мы, будучи одной из самых миролюбивых религий, можем всерьез взволновать полицию безопасности. Тем более, что, если не ошибаюсь, у нас свобода вероисповедания и свобода слова. И до сих пор, пока мы не лезем к другим верующим, у нас не должно быть проблем. А как долго вообще длится борьба вот эта юридическая? Недавно у нас был юбилей, два года. Мне кажется, именно поэтому, как это, столько шумихи. В данный момент мы ждем ответа суда. Уже был этап, когда наше дело передавали на рассмотрение специалисту по защите прав человека. Мне очень понравился его отзыв. Кто-то из наших, спасибо ему. Мне даже кажется, что у нас есть хорошие шансы просто получить разрешение. А как далеко вы готовы пойти в судебных разбирательствах? До победы или все-таки на каком-то этапе придется, может быть, пойти на уступки? Не, ну если государство Латвии официально запретит мне исповедовать религию, наверное, я не буду с ним сильно ссориться. Но пока есть нормальные законные способы решения этой ситуации, то я бы продолжал. Тем более, что в Европейском Союзе уже есть прецеденты. Спасибо, что посетили сегодня нас.